Добрый день! Сегодня мы с вами приготовим молочный десерт. Очень вкусный, холодный, потому что его можно держать в морозилке, а потом подавать на стол. Давайте начнем. Для этого нам понадобится молоко. Я выливаю половину нормы. Перемешаем муку и сахар. Если нравятся мои видео, обязательно поделитесь. Если вы первый раз у меня на канале, можете подписаться и нажать на колокольчик. Теперь все хорошенечко перемешаем. После того, как исчезнут комки, наливаем остальное молоко и добавим пакетик ванилина. Ставим на огонь и, постоянно помешивая, варим до тех пор, пока оно загустеет. Как только загустело, добавляем сюда масло. Ингредиенты будут описаны под видео. Некоторые можете заменить, а некоторые это орешки. Какие вам нравятся, может быть вам не нравится кокос. Можете заменить на миндаль или фундук, или же на фисташки. Теперь перемешиваем и варим до тех пор, пока у нас появятся вот такие как бы шарики, бульки такие. Теперь надо взять посуду. Я застелила бумагой, если у вас стеклянная или какая-либо другая, которую вы не боитесь порезать. Засыпаем орешками мелкими. У меня, я повторюсь, кокосовая стружка и выливаем сюда прямо горячую массу, которую мы только что сварили. Как видите, она как густая сметана. Распределим по всей форме равномерно и дадим этому коржу остыть. А за это время приготовим второй корж. Он у нас будет состоять из клубники, воды, сахара и крахмала. Возьмем 100 миллилитров воды, грамм 300 клубники, нарежем мелко и ставим на огонь. Варим до тех пор, пока клубника отдаст свой сок, цвет и потом откидываем на сито. В стакане разводим одну столовую ложку крахмала. Крахмал может быть любой. Пол стакана песка. Песок можете уменьшить, если вам показалось много. И остальное доливаем водой. Это где-то тоже где-то 100-150 миллилитров. Выливаем к соку полученному и варим до тех пор, пока появятся полностью вот такие пузырьки. Масса станет прозрачной, будет пузыриться, то есть мы сварили кисель. И выливаем это на первый корж. Тоже даем остыть и немножечко подсохнуть. Теперь я разрезаю на 6 частей. Дело в том, что вы теперь увидели, что я его режу ножом острым и чтобы дно не поцарапать, я постелила бумагу. Если форма была стеклянной, я бы этого не делала. И теперь я буду формировать мои пирожные. Оно не пристает, благодаря тому, что мы обсыпали его. Я буду делать три слоя, то есть вот каждый кусочек я разделила еще на три части и сложила на друг дружку. Вот и все. А сверху украсила клубникой. Это очень вкусно, прохладно. После того, как приготовили, отправляем в морозилку на полчаса. Этого достаточно. Вот так. Готовьте, ешьте на здоровье, будьте счастливы, берегите себя, свою семью и заходите ко мне еще. Надеюсь, с вами встретиться. Если понравилось и до сих пор не подписаны, подпишитесь, нажмите на колокольчик и каждое новое видео будет находить вас. Пока-пока. Увидимся.